МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Очень праздничное настроение, вспоминаешь сразу детство и охота как бы впасть в это детство, с ними вместе веселиться, играть. Почему важно? Потому что выходят сюда абсолютно все. Настроение хорошее, особенно на ночь, особенно детям, особенно тем, которые очень подвижны. Дети должны чем-то заниматься, должны играть, должны веселиться, радоваться и хорошо проводить просто время. Счастливы дети, счастливы родители. А дети, несомненно, в восторге. Это видно по их лицам, потому с каким удовольствием они участвуют в конкурсах, танцуют, играют. Одним словом, наслаждаются праздником. Что тут очень весело играть, танцевать. И тут веселые сборы всякие. Что тебе больше понравилось? Ну, наверное, конкурсы. Какой? Конкурс на танец. Дети могут сами потанцевать, проявить свой талант. Мне очень понравилось здесь, и я хочу, чтобы таких конкурсов было почаще и мероприятий. Конечно, август месяц немного внес свои коррективы, и праздник двора на улице Ленина проходил не только под музыку, но и под аккомпанемент дождя. Но это абсолютно не помешало ребятам отдыхать и веселиться. А зонтики стали даже частью праздничных декораций, ведь для настоящего веселья абсолютно не важна погода за окном. В развлекательной программе принимают участие все. Малыши, которые еще не могут похвастаться особой ловкостью, попадают под опеку старших ребят. В итоге игра захватывает каждого. Взрослые гости праздника отмечают – мероприятие удалось. Детям было приятно, во-первых, поиграться на этой площадке, повеселиться, быть всегда в тонусе, даже в такую погоду. Дети счастливы, взрослые считают, что тоже счастливы. Но как взрослым тоже в какой-то степени полезно на таких праздниках побывать. Интересно, весело. Веселая команда аниматоров отправилась и в отдаленные районы Первоуральска. С особой радостью праздник двора встретили в поселке Первомайский. Праздник отличный, настроение хорошее, деткам нравится, детки веселятся. Побольше бы таких праздников у нас во дворе, потому что мы когда живем так далековато от города, то есть все, скажем так, мероприятия в городе, у нас здесь немножко скучновато. Ну, деткам очень нравится. Сейчас новая площадка. Да, на новой площадке отдыхать вдвойне интереснее. Как всегда в центре внимания и большой плюшевый медведь. Наверное, каждый ребенок мечтал, чтобы его игрушечный мишка ожил хотя бы на денек. Ну и, конечно, танцы и игры. На детскую площадку сбежались все юные жители поселка. Мне очень нравится, потому что тут очень добрые, ведущие и много игр. Это очень прекрасно, что дети радуются, их глаза сверкают. Я сам, как папа маленького ребенка, всегда неприятно смотреть, когда мой ребенок приходит домой радостный, набегавшийся и спокойно ложится спать. Да, активное времяпрепровождение днем – залог крепкого и здорового сна ребенка. Это знает каждый родитель. А ведь помимо игр на свежем воздухе, можно привлечь детвору к занятиям спортом. Благо, в Первоуральске для этого создаются все необходимые условия. Благодаря установке тренировочных комплексов прямо во дворах, горожане всех возрастов могут улучшить свою физическую подготовку без посещения спортзалов и секций. Инициатива общественной организации «Первоуральск. Город чемпионов» пользуется поддержкой жителей и всегда вызывает благодарность. Я сам хожу иногда в первую школу, занимаюсь на турниках, на брусьях. Но это у меня как бы со школы еще привилось, так скажем. Наше поколение, оно на самом деле выросло на турниках. Мы как бы старались друг перед другом что-то там показать, как-то совершенствоваться. И меня радует, что сейчас вот я смотрю, встречаю молодых людей, школьников, которые также приходят на турники, занимаются на свежем воздухе. Раньше ведь не было каких-то спортивных фитнес-центров. Все занимались на улицах. Я считаю, это прекрасно. Это хорошая традиция. Надо ее поддерживать всячески в нашем городе. Комплекс ГТО «В каждый двор» – так называется акция, в рамках которой город чемпионов установил уже шесть таких тренажеров в разных точках города. На этот раз в Талице. И это, конечно, еще не предел. Активисты надеются, что эта инициатива поспособствует развитию спорта в городе. И каждый первоуральец в скором времени получит заветный значок «Готов к труду и обороне». Комплекс еще вообще предназначен, чтобы каждый, да не важно, даже ребенок, взрослый, может там инженер подойти, попробовать задать определенные нормы, которые данный комплекс предусматривает. Это подтягивание, это отжимание, это пресс, это гибкость. Что ж, думаю, в скором времени в наших новостях появятся десятки новых имен выдающихся спортсменов-первоуральцев, чьи первые успехи были совершены в родном дворе. А в финале программы мы хотели бы рассказать вам о картинах на фасадах домов. Хотя думаю, что большинство из вас уже обратили внимание на красочные баннеры. Такие масштабные произведения искусства сложно не заметить. Сказочная рыба, бык, собака и кот. Огромные плакаты теперь украшают дома на центральных улицах города. Все это в рамках программы «Пять шагов благоустройства», которую реализует администрация Первоуральска. Горожане уже оценили колоритные мозаики. Украшать надо. Я считаю, что надо украшать обязательно. Это на благо города сделано, по-моему. Ну, можно, я считаю, нужно, да. Вот такими хорошими продуманными, хорошими доказательными картинами. А не то, что там всякое. Да, 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 конечно. Чем исписанные они втянуты. Как все нормально, красиво смотрится. Понимается. У нас у дома наподобие такой же картинки на Ватутина 56. Мы сразу обратили внимание, что красиво и ярко. У нас написано, у нас только нарисована собачка, а не выхаживаете. Вам нравятся такие картинки? Да, да, конечно. Как украшают. Во-первых, да, и украшают, и сглаживают наши фасады. Вот такую красочную точку мы поставим в сегодняшнем выпуске. Совершайте добрые дела для города и своих близких, и мы обязательно расскажем об этом в нашей программе. Увидимся через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова